Сочный, ароматный, освежающий, долгожданный арбузы расходятся, как горячие пирожки, на прилавках сорта ранней спелости. Именно они открывают сезон бахчевых. Ягода достаточно массивная, меньше 6 килограммов редкость, а потому хочется не ошибиться с выбором. Кто-то полагается на свои знания, другие доверяют продавцам. Более глухой приглашенный звук был, там, сухой хвостик, наверное, больше всего. То есть, как с детства учили, да? Да, да. А вы помогаете покупателям? Конечно, когда лучше арбуз, то покупатель еще придет, правильно? Вы знаете секрет? Ну, я не скажу. Знаю, не скажу. Почему? Но своим покупателям я хороший всегда выберу. В этом году арбузы прибыли из Казахстана и Узбекистана. Но даже несмотря на раннюю зрелость, продукт соответствует всем требованиям безопасности. Все исследования, аккредитованные лаборатории проходят через таможню. Выдаются вот такие вот сертификаты соответствия, где указаны протоколы испытания от какого числа и все необходимые документы при испытании. На основании этого выдается сертификат соответствия, либо декларация соответствия. Потом уже они приходят на рынку, мы ведем контроль качества продукции выборочно, проверяем такими приборами нитрат-тест, измеряем предельно допустимое количество нитратов и выдаем вот такие вот разрешения на реализацию права торговли. Первым делом у продавца должны быть документы, подтверждающие безопасность продукта. Остальное дело вкуса и интуиции, подкрепленной конкретными приметами правильного арбуза. Любители самой большой ягоды в мире наверняка знают много хитростей, как купить сладкий арбуз. Например, полоски должны быть контрастные, яркие. Почок, на котором арбуз лежал, должен быть небольшого желтого цвета. Ну, сухой кончик, как полагается. Но, как говорят знатоки арбузов, самый эффективный способ – это послушать, как арбуз звучит изнутри. Похлопать нужно вот такими движениями. Звук должен быть глухой. Я пока не понимаю. Наверняка это приходит с опытом. Еще специалисты советуют ни в коем случае не покупать половинки арбуза. Пусть он будет большой, зато безопасный и принесет только пользу в умеренных количествах. Ольга Зимарина, Александр Иванов, Ленинск ТВ